МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начинаем торжественную церемонию вступления в должность губернатора Пензенской области. Прошу всех встать! Вносится государственный флаг Российской Федерации и флаг Пензенской области! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Вносится конституция о Российской Федерации, устав Пензенской области и должностной знак губернатора Пензенской области. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прошу всех садиться! Председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Кузьмич Лидин. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемый Игорь Анатольевич, уважаемые сенаторы, депутаты, гости! Сегодняшний год для нашей области особенный. Это выборы депутатов Государственной Думы и губернатора Пензенской области. 19 сентября на основе всеобщего равного и прямого избирательного права губернатора Пензенской области избрана Олега Владимировича Мельниченко. АПЛОДИСМЕНТЫ Поздравляем Олега Владимировича с достойной поддержкой жителей Пензенской области. Желаем ему успехов в дальнейшем развитии нашего региона. 44-я сессия Законодательного собрания объявляется открытой. Избранный губернатор Пензенской области Олег Владимирович Мельниченко. АПЛОДИСМЕНТЫ В соответствии с уставом Пензенской области избранный губернатор приносит присягну. Клянусь, при осушлении полномочий губернатора Пензенской области добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности, уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы, устав и законы Пензенской области. Верно служить народу. Олег Владимирович Мельниченко вступил в должность губернатора Пензенской области. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Просим всех присесть. Полномочный представитель президента Российской Федерации в Приложском федеральном округе Игорь Анатольевич Комаров. АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемый Олег Владимирович, поздравляю вас с официальным вступлением в должность губернатора Пензенской области. Вы руководитель с серьезным опытом работы в региональных и федеральных органах власти. Уроженец Пензы, любящий свою малую родину. С первых дней руководства областью заметна ваша высокая работоспособность, профессионализм, нацеленность на результат. Уверенная победа на выборах доказывает, что жители вам поверили и разделяют ваше видение социально-экономического развития Пензенской области. Эта победа – большая ответственность и, безусловно, кредит доверия избирателей. У вас и вашей команды впереди большая работа по сохранению традиций и культуры, поддержке сельского хозяйства, бизнеса и науки. Пензенская область – ведущая аграрная агломерация при Волжье, стабильно демонстрирующая положительную динамику. В регионе достигнуты одни из лучших в округе показателей по многим направлениям, в том числе и по нормативному состоянию региональных и муниципальных дорог. В ближайшие годы предстоит решать ключевые задачи, обозначенные главой государства Владимиром Владимировичем Путиным, в том числе и по достижению национальных целей развития нашей страны. В первую очередь это касается реального улучшения качества жизни и благосостояния жителей Пензенской области. Деятельность органов власти должна быть выстроена на основе запросов граждан. Необходимо работать над снижением уровня смертности, повышением рождаемости, уделять внимание вопросам поддержки семьи, материнства и детства. Нужно оперативно принимать меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Решение этих задач требует эффективной командной работы федеральных структур, региональных органов власти и местного самоуправления. Я убежден, Олег Владимирович, что ваш опыт, знание и профессионализм позволят добиться хороших результатов в командном взаимодействии со всеми ветвями власти региона. Желаю вам здоровья, удачи и успехов! В адрес губернатора Пензенской области Олега Владимировича Мельниченко поступили поздравительные телеграммы от председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентина Ивановна Матвиенко, председателя правительства Российской Федерации Михаила Владимировича Мишустина, министра обороны Российской Федерации Сергея Кужугетовича Шойгу, министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Викторовича Лаврова, министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Валентиновича Мантурова, председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Борисовича Миллера, заместителя генерального директора по науке и стратегии госкорпорации «Росатом» Юрия Александровича Оленина, главного исполнительного директора, председателя правления, заместителя председателя совета директоров ПАО «Роснефть» Игоря Ивановича Сечина, мэра города Москвы Сергея Семеновича Собянина, президента Республики Татарстан Рустама Нургалеевича Минихамова, от сенатора Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Григория Алексеевича Рапота, патриарха московского и всея Руси Кирилла. Также в адрес Олега Владимировича поступили поздравления от Верховного Муфтия председателя Центрального Духовного Управления Мусульман России Шейх-Уль-Ислам Талгат Сафа Таджудина. Для поздравления на сцену приглашается заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Константин Иосифович Косачев. Олег Владимирович, от имени председателя Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко, всех сенаторов Российской Федерации, поздравляю вас с вступлением в должность губернатора Пензенской области. Мы находимся здесь, на этой торжественной церемонии, пожалуй, одной из самых представительных делегаций из одного и того же федерального органа, из федеральной структуры, из Совета Федерации, потому что мы имели честь на протяжении ряда лет работать вместе с вами плечом к плечу в Верхней Палате Российского Парламента. Эта палата часто называется Палатой регионов. И очевидно, что комитет, который занимается региональной политикой, занимается проблемами федерализма, муниципального строительства, конечно же, является для нашей Палаты, для всего федерального собрания ключевой. Именно вам, Олег Владимирович, была доверена ответственность руководить этим комитетом на протяжении ряда лет, выстраивая политику Российской Федерации на соответствующих направлениях вместе с коллегами в Государственной Думе и теми, кто в этом направлении работал в администрации президента, в правительстве Российской Федерации, в федеральных органах исполнительной области. Совершенно точно Пензенской области повезло с губернатором, потому что такой колоссальный опыт работы на федеральном уровне, разумеется, будет абсолютно точно востребован в интересах области и всех ее жителей. Олег Владимирович, нам вас уже не хватает, и не случайно комитет, о котором я сейчас говорил, до сих пор с того момента, когда Олег Владимирович был наделен исполнением обязанностей губернатора, эта позиция по-прежнему остается вакантной, потому что найти адекватную замену Олегу Владимировичу очень трудно. Олег Владимирович – это один из немногих губернаторов, глав субъектов Российской Федерации, который будет иметь возможность через Совет Федерации, через каждого из сенаторов в полном объеме продвигать и реализовывать интересы Пензенской области. И мы все, разумеется, будем вам в этом самым активным образом помогать. Вы можете рассчитывать на наше плечо. Мы продолжаем работать вместе. В добрый путь, Олег Владимирович. Слово предоставляется заместителю директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Михаилу Викторовичу Бабичу. Уважаемый Игорь Анатольевич, уважаемый Олег Владимирович, уважаемые руководители области, дорогие друзья, события, в честь которого мы сегодня собрались в этом зале, на мой взгляд, одинаково важны и для Олега Владимировича, и для всех жителей Пензенской области. Безусловно, Олег Владимирович, который прошел очень серьезный, жизненный, профессиональный, служебный путь, А вы знаете, что Олег Владимирович работал в Дальневосточном федеральном округе в аппарате полномочного представительства, в Приложском федеральном округе, причем возглавлял сложнейшее направление, направление внутренней политики, прежде всего. Работал в Москве, сейчас Константин Игоревич об этом подробно рассказал в Совете Федерации, возглавляя ключевой комитет Совета Федерации. Но все его становление от рождения до такого профессионального взросления произошло здесь, в Пензенской области. Школа, институт, работа в органах муниципальной власти, работа в правительстве региона. Именно здесь он состоялся как руководитель. Затем я много лет имел возможность наблюдать за этим становлением, за развитием уже государственного человека. И могу вам сказать, что всегда был уверен в нем. У Олега Владимировича много очень достойных качеств, его образованность, интеллигентность, порядочность. Но есть два, которые я хотел бы отметить особо. Это его основательность и его совестность. Он никогда не спешил доложить о выполнении какой-либо задачи, пока досконально, глубоко не разберется в сути вопроса. И если Олег Владимирович доложил, что он видит решение такого-то вопроса, сложнейших вопросов, которые решались на уровне округа, таким образом, можно быть уверенным, что он отработал от начала до конца. И глубоко понимает суть того, о чем говорит. И при этом, если говорить о совестности, это очень редкое качество, но очень важное качество. Ему никогда не были чужими проблемами. От своих товарищей по службе до совершенно посторонних людей. Он всегда вникал, разбирался и старался помочь. И вот эти два важнейших качества, они очень важны именно в роли губернатора, в руководителя региона. Губернатор, я считаю, и много раз об этом говорил, одна из самых сложных профессий, одна из самых сложных должностей нашей страны, потому что, с одной стороны, на тебя возложено огромное доверие президента России, политического руководства, ты отвечаешь за все стратегические задачи развития региона, а с другой стороны, ты находишься на прямой связи с людьми, в прямом контакте и решаешь все проблемы, если это хороший губернатор, а жизненно важных до бытовых мелочей. И вот эти два качества, о которых я сказал, они действительно помогут по значительной степени разрешить те задачи, которые перед Олегом Владимировичем стоят. Почему повезло в Пензенской области? Безусловно, потому что в регион вернулся человек, который за всю свою жизнь никогда себя вне этой области не мыслил. Все его планы, помыслы были связаны с развитием родного региона. Я вот вспоминаю, когда он планировал уехать в отпуск и получал, подписывал соответствующие документы, я его сейчас спрашивал опять же, куда поедешь в отпуск, где будешь отдыхать? Он говорит, домой, в Пензенскую область. А Василий Кузьмич Бочкарев, который тоже много сделал для остановления, Олег Владимирович, самые сложные моменты, разные были ситуации в области. Всегда просил, можно ли Олег Владимировича забрать обратно. И председателем правительства, и первым заместителем. И когда мы с юмором находили причину этого не делать, он искренне огорчался. Это все говорит о том, что на какие бы должности я подня работал, он всегда думал о регионе и делал все для того, чтобы регион развивался, для того, чтобы решались проблемные и задачи, и глобальные, и те небольшие задачи простых людей, которые перед ним ставили, и как перед чиновниками, и уже потом как перед сенатами. И, безусловно, впереди большой, непростой путь. Много будет разных задач, много будет разных вопросов, которые придется губернатору решать. Он умеет это делать, он умеет находить общий язык совершенно разными людьми, совершенно разными, в разных ситуациях, в сложнейших ситуациях порой. Но я уверен лишь в том, что никогда никому за него не будет стыдно. Не будет стыдно родным, не будет стыдно землякам, не будет стыдно президенту России, который наделил его своим доверием, назначив временно исполняющим обязанности руководителя региона. А затем жители Пинесской области, избиратели своим голосованием подтвердили правильность этого решения. Олег Владимирович, хочу пожелать, чтобы на этом пути ты всегда был вместе со своими избирательными, жителями области, никогда от них не отрывался, всегда помнил, что не народ для нас, а мы для народа. И я убежден, что в ближайшее время Пинесская область, она и так всегда была на хорошем счету и на федеральном уровне, и среди коллег-губернаторов. Но тем не менее, уверен, что это будет новое излучание, это будет новое качество развития. И, безусловно, губернатор тот человек, я не очень люблю слово повезло, есть в этом плане какой-то элемент случайности, но в данном случае действительно повезло области, и действительно так сложились обстоятельства, что Олег Владимирович смог вернуться домой во всех смыслах этого слова. Вернуться домой для того, чтобы служить родному городу. Добрый день. Слово предоставляется губернатору Белгородской области Вячеславу Владимировичу Гладкову. Уважаемый Игорь Анатольевич, уважаемый Михаил Викторович, уважаемый Олег Владимирович, дорогие друзья, очень рад вас всех видеть. Прошло пять лет, как более судя, перешел в другой регион. Очень многих, кого-то еще увидел, кого-то я с кем-то, но очень надеюсь, пообщаться. Но главное, конечно, событие вступления в должность Олега Владимировича волнительная церемония. Знаю по себе. Вчера Олег Владимирович был в Белгороде. Я также переживал на его месте. Он меня поздравлял сегодня от всей души. Чуть не хотел, чуть не сказал поздравить, потому что, ну, если искренне, то мы все понимаем, какой огромный уровень ответственности и груза ведет с сегодняшнего дня на себя Олег Владимирович. Потому что полтора миллиона человек, высокие достижения, результаты, которым всегда гордилась область. И нужно ведь поднимать планку. Огромный запрос населения на изменения. Жители хотят изменений не завтра, а не хотят изменений вчера. И здесь, конечно, роль первого руководителя, она огромна. С Олегом Владимировичем я помню, познакомились, когда был главой администрации Заречного, он был назначен куратором, как вице-губернатор. Вот с тех пор лично знаю его как человека очень целеустремленного, ответственного, и который точно достигает поставленных результатов, которые ставит вышестоящее руководство, которые ставит население. И я убежден, что так было и так будет всегда. Самое главное, что хочу пожелать, конечно, Олег Владимирович, здоровья вам и вашим близким. Работы много, всегда с вами, от всей души подробнее. На сцену приглашается временно исполняющий обязанности главы Республики Мордовия Артем Алексеевич Сдунов. Добрый день, дорогие друзья. Привет из доброй соседней Мордовии. Народ Мордовии передает вам этот большой привет. Дорогой Олег Владимирович, я очень рад, что сегодня в такой торжественный день вы выступаете в должности. Вы знаете, какие у нас братские народы. Я вообще считаю, это большое счастье дано у нас свыше, реализуется через президента нашей страны. Большое счастье, когда на родной земле можно возглавить область, вести ее нужным курсом, работать, не подкладывая руки. Я думаю, что всем от этого только выгодно. Вы знаете, что и Мордовию, и Пенинская область связывают, и культурные традиции. У нас очень много общего, даже если взять тот факт, что 55 тысяч феррицарных, вакшан проживает на территории Пенинской области. Я думаю, мы продолжим такие добрососедские отношения, будем развивать и экономику, и культуру. Две красивейшие реки нас объединяет Сура и Мокша. Кстати, сегодня, конечно, не о делах, сегодня праздник, но, Владимир Владимирович, я думаю, мы с вами поднапряжемся и все-таки постараемся, Игнатольевича попросил, чтобы все-таки нас включили в программу оздоровления Волгу. Все-таки это приток Волги и приток Аки. Для нас это и в части экономики будет очень важно, ну и в части того, чтобы экология наших регионов не пострадала, а только развивалась. Я искренне желаю вам поступательного, уверенного развития, политической стабильности. она очень важна, развития наших добрососедских отношений. Еще мудрость народная гласит, что Бог видит все, а через соседей видят еще больше. Будем смотреть друг на друга, помогать друг другу в сложной ситуации, вместе отмечать праздники, дружить. Вам удачи на этом посту, народу благополучия и мира. Спасибо. Спасибо. На сцену приглашается председатель правительства Чеченской Республики Муслим Магомедович Кучиев. Уважаемый Олег Владимирович, разрешите мне от имени главы Чеченской Республики, Героя России Равзар Ахмаш Кадырова и от себя лично поздравить вас официальным вступлением в должность губернатора Казинской области и с вашим поздравлением зачитаю адрес от Кадзана Ахмаш Уважаемый Олег Владимирович, примите поздравление по случаю официальным вступлением в должность губернатора Пензенской области. Вы давно и успешно работаете в паралитической команде региона, поэтому ваше избрание вступлением в должность губернатора Пензенской области в продолжение выбранного политического и социально-экономического курса, реализация которого вы продолжите вместе с народом Пензенской области. Убежден, что вступив на столь высокий ответственный пост, Пензенская область продала свои поступательные движения к новым достижениям в экономике и социальной сфере, что приведет ваш регион к его дальнейшему процветанию. Желаю вам крепкого здоровья и долголетия, конструктивных решений, вежим друзей, единомышленников для притворения в жизнь всего задуманного упорной работы на благо России благородного служения Отечества. Надеюсь на плотворное и взаимовыгодное сотрудничество наших регионов во всех сферах деятельности дальнейшего развития дружеских связей. С уважением, глава Ченской испольки Рамзан Ахманович Катыров. Для поздравления на сцену приглашается митрополит Пентинский Нижнеломовский Серафим. АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемый Олег Владимирович, сегодняшний торжественный день очень замечательный. Мне хотелось бы еще раз сказать о том, что мы рады вашему возвращению на родину и рады тому, что вы сегодня вступаете на этот великий и для нас очень важный пост, потому что вы здесь лицо президента и лицо тех избирателей, которые вас избрали. Мы все помним и знаем, что первое образование вы историк. И историк замечательный, который прекрасно знает историю, а человек, который знает историю, вряд ли может сделать ошибки в своем управлении. С сегодняшнего дня вам самому придется писать эту историю и уже ваши последователи и коллеги будут ее оценивать. Я хотел бы пожелать, чтобы написание этой истории было светлым и вписано золотыми буквами в историю Пензенского края. И мой подарок будет очень символический. Он традиционный для православного священника это икона, но это икона нашего покровителя, первого святого святителя Иннокентия, который, кстати говоря, доктор церковной истории и действительный член Российской Академии Наук. И пусть он будет залогом того благословения, которое Православная Церковь вам желает в этом нелегком ответственном пути. И, конечно, с пожеланием благословенных успехов. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемый Игорь Анатольевич, уважаемый Михаил Викторович, уважаемый Константин Иооч, уважаемый Константин Борисович, уважаемые члены правительства, депутаты законодательного собрания, Ваше Высокопреосвященство, Владыка Серафим, я хочу сказать, что для меня сегодня особенный, очень волнительный день. Сегодня, вступая в должность губернатора Пензенской области, я понимаю, какой огромный, огромный кредит доверия мне дали мои земляки, пензенцы. Я понимаю, что теперь на протяжении пятилетнего срока я буду этот кредит отдавать, и я должен его отдавать добрыми делами, работой, практически, думаю, что без выходных дней. Для того, чтобы через пять лет я мог задать вопрос своим землякам, оправдал я кредит доверия или не оправдал. Очень надеюсь, что я этот кредит доверия оправдаю. Я очень благодарен президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за то, что он поддержал меня, дал мне возможность пройти это испытание, выборы это серьезное испытание и оказывает поддержку нашему сурскому краю. Я очень благодарен всем присутствующим здесь в зале, депутатам Законодательного собрания, главам районной администрации, за ту поддержку, которую вы оказали мне, когда я вернулся для работы на свою родину. Я чувствовал эту поддержку, я чувствовал эту помощь, которую вы мне постоянно оказывали. Я хочу поблагодарить своих коллег Совета Федерации. Это очень была оказана серьезная поддержка. Я хочу сказать, что бюджет, который идет 2022-2024 года, там есть объекты по Пензенской области, и эти объекты туда попали благодаря большой поддержке Валентины Ивановны Матвиенко, поддержке членов Совета Федерации, председателей комитета, которые помогали мне в реализации тех задумок, бюджетных проектировок, которые у меня были. Я хочу сказать огромное спасибо всем жителям Пензенской области за ту огромную поддержку, которую мне оказали. Я понимаю, что работа губернатором – это не работа одного человека, это работа большого количества людей, это работа большой управленческой команды. Я думаю, что эта высокопрофессиональная управленческая команда в Пензенской области есть. Я думаю, что тот кредит доверия, который оказал нам народ, тот кредит доверия, который нам дал президент Российской Федерации, он в результате работы этой управленческой команды будет реализован. Реализован. Реализован так, чтобы не было стыдно ни перед людьми, ни перед президентом Российской Федерации. Поэтому я считаю, что вперед, только вперед. Спасибо за доверие. Закончилась торжественная церемония вступления в должность губернатора Пензенской области Олега Владимировича Мельниченко. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Просим всех присесть! Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Нам в пенсиях было, есть и будет чем гордиться! Добро пожаловать на наш канал! 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 Мы дети Солнца, а дети Солнца Должны и тепло, и свет Мы дети Солнца, а дети Солнца Должны есть сердце, ласки и звезды. Приходит наше время, Нам молодость дана, И новый ждет открытий, Огромная страна. Ведь ты человек, ты сильный, смелый, Своими руками судьбу свою делай. Идти против ветра на месте не стой, Пойми, не бывает дороги простой. Тебе не доверяю, Как прежде чудесам. На чудо не надейся, Все в жизни делай сам. Ведь ты человек, ты сильный, смелый, Своими руками судьбу свою делай. Идти против ветра на месте не стой, Пойми, не бывает дороги простой. Великая Россия, Возможность не полна, И если есть применение, То вдруг уходится мечта. Ведь ты человек, ты сильный, смелый, Своими руками судьбу свою делай. Идти против ветра на месте не стой, Пойми, не бывает дороги простой. Идти против ветра на месте не стой, Пойми, не бывает дороги простой. Все в наших руках, Наша жизнь и свобода, Здоровье детей и богатство страны, Как новой весной дышат первые всходы, Где в каждом из них это я, это мы. Фонтаны идей, Современные ритмы И новые чувства в горячих сердцах И будущим созданные алгоритмы. Все в наших руках, Все в наших руках. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА